Во-первых, здесь скала. Нужно делать огромные скальные выработки, подпорные стенки, лестницы, делать площадки, вырубать в скале для отдыха, для игры ребятишек наших. Это очень дорогое строительство. Но что делать? Территории у нас больше нет. Мы вынуждены даже по новому генеральному плану уходить с существующей территории, так как ее нет, на новый город Спутник. По новому генеральному плану для решения вопроса соединения нового города со старым городом, так как, по сути дела, все те живущие 200 тысяч с лишним за 35 километров будут в основном работать в старом городе. Поэтому было разработано несколько вариантов доставки рабочих с нового города к промышленным предприятиям старого города. И был принят вариант, который одобрил Госплан СССР, это строительство метрополитена. Это, конечно, даст возможность в нормативные сроки в 35-40 минут доставлять всех рабочих к промышленным предприятиям. Василий Никитич, автор нынешнего, третьего по счету генерального плана застройки Владивостока. Как и его предшественники, он последовательно воплощает основную градостроительную идею – развернуть город лицом к океану. Проект города Спутника продиктован необходимостью сберечь лесной массив к северу от Владивостока, зону отдыха горожан, зеленые легкие, подаренные городу природой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!